Добрый день, меня зовут Зверковская Карина Сергеевна. Я являюсь президентом Люберецкой Федерации танцевального спорта, а также занимаюсь направлением танцевальный спорт в программе «Активное долголетие». И сегодня с огромным удовольствием я проведу онлайн-тренировку для всех желающих. Онлайн-тренировки являются прекрасной альтернативой традиционным тренировкам, которые проходят в танцевальных залах, на улице, в парках и в любых традиционных местах. Сегодня мы с вами сделаем обычную зарядку и разминку, которая позволит подготовить ваше тело к занятию, а также сегодня темой нашего занятия будет конкурсный танец «Ча-Ча-Ча». Итак, для того, чтобы начать нашу онлайн-тренировку, вам понадобится небольшое место в вашей квартире, удобная тренировочная одежда, а также какая-нибудь мягкая обувь, которая у вас есть дома. Итак, сегодня конкурсный танец «Ча-Ча-Ча». Ну и перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей онлайн-тренировке, я расскажу немного об истории этого танца. Итак, конкурсный танец «Ча-Ча-Ча» является танцем латиноамериканской программы, одним из пяти конкурсных танцев. Ну и для всех напоминаю, что в латиноамериканскую программу у нас входят конкурсные танцы «Самба», «Ча-Ча-Ча», «Румба», «Пасадобль» и «Джайв». Я думаю, что конкурсный танец «Ча-Ча-Ча» идеален для онлайн-тренировок, которые вы можете проводить дома. Итак, мы начинаем. Первое, с чего мы начинаем, это разминка. Встаем поудобнее, ставим ноги на ширине плеч, включаем какую-нибудь приятную музыку, которая позволит поднять вам настроение. Мы начинаем разминку сверху вниз. Соответственно, начинаем с шейного отдела. Во всех упражнениях, которые мы будем с вами выполнять, очень важно делать их медленно и тщательно. Сохраняйте ровное дыхание. Если вдруг вы чувствуете в каком-то отделе небольшой зажим, постарайтесь проработать данный отдел чуть медленнее. И сейчас я вам покажу еще дополнительное упражнение, которое позволит снять напряжение с того места, в котором вы испытываете дискомфорт. Ставим руки в замок, ставим их на затылок и делаем поступательное движение, тем самым даем дополнительную нагрузку и позволяем чуть больше растянуть наш шейный отдел. Также мы используем следующее упражнение. Кистью обхватываем голову, прикасаемся, соприкасаемся с ухом и растягиваемся в противоположную сторону. И сейчас это упражнение я покажу также еще и со спины. И, соответственно, делаем противоположную сторону. Старайтесь все упражнения делать по 8 либо по 16 повторов. И завершаем круговыми вращениями по часовой стрелке и, соответственно, против часовой стрелки. Итак, мы продолжаем и переходим к следующему упражнению. Сейчас мы с вами будем разминать наши плечи и лопатки. Итак, первое движение это поднимание плеч. Старайтесь следить за тем, чтобы во время опускания плеч ваша шея была максимально растянута. Переходим к попеременному. упражнению. И сейчас мы переходим к следующему упражнению. Его удобнее всего будет посмотреть сбоку. Итак, мы с вами будем делать максимальное растяжение наших лопаточек и плеч. И на счет 2 мы будем сводить лопатки и также максимально растягивать наши плечи. При действии вперед мы округляем очень плавно и спокойно спинку, сгибая коленочки. На счет 2 мы делаем противоположное действие. Мы сделаем 4 повтора в очень медленном темпе. После этого вы можете перейти на уже более быстрое исполнение данного упражнения. И если вы не чувствуете дискомфорта, вы можете перейти и также выполнить более быстрые повторы. Итак, мы продолжаем и переходим к рукам. Руки ставим в замок и начинаем вращение кистей в одну сторону и, соответственно, в другую. Старайтесь делать максимально большое количество повторов. Не спешите. Пробуйте делать волнообразные движения. В одну сторону и в другую. Хорошо. Теперь переходим к подъему рук с вращением, круговым вращением кистей. Хорошо. И теперь пробуем следующее упражнение. Называется веер. Мы будем закрывать попеременно наши пальчики по принципу веера от мизинца и, соответственно, в обратную сторону от большого пальца. Раскрывать. Закрывать. И раскрывать. Постарайтесь сделать данное упражнение медленно, постепенно увеличивая темп. Отлично. Итак, мы продолжаем. Ставим ноги на ширине плеч. Руки находятся на поясе. И мы начинаем разминку бедер. Начинаем с маятниковых движений вправо и влево. Постарайтесь, чтобы ваша голова оставалась на одном уровне, не качалась вместе с вами. Переходим на круговые движения. Также оставляя голову на месте. В одну и в другую сторону. Следующее упражнение. Мы ставим на пятку левую ногу. Обе ноги у нас прямые. Руки находятся на поясе. И мы растягиваем правое бедро. Стараемся не смещаться головой. И, соответственно, меняем ногу и растягиваем левое бедро. Также делаем по 8, либо 16 повторов. В одну сторону и в другую. Следующее. Соединяем корпус и бедра. И делаем круговые вращения. Соответственно, в противоположные стороны. Вы делаете степень наклона ровно такого, которая вам удобна и комфортна. Вы должны помнить, что все упражнения, которые вы выполняете, не должны приносить вам никакого дискомфорта, кроме легкого растяжения в определенной группе мышц. Отлично. Переходим к классическим наклонам. Вперед-назад, вправо и влево. По два. В одну сторону. В другую сторону. Вперед. И назад. Можно сделать дополнительную нагрузку, добавив при этом руку. И так мы можем сделать. В одну сторону. И в другую. Если вы чувствуете себя хорошо и ваши мышцы подготовлены, вы можете добавить еще также и вторую руку. Я покажу сейчас со спины. Итак, мы добавляем одну руку вверх, вторую вниз. И, соответственно, стараемся растягиваться по всем направлениям. Отлично. Итак, мы продолжаем и переходим к нашим ногам. Растираем ладони. Когда почувствуете определенное тепло, ставьте свои ладони на ваши коленные чашечки. Очень важные суставы, которые обязательно нужно разминать. И круговыми движениями вы делаете 8 повторов вправо, после чего 8 повторов влево. Если у вас дома есть гетры или специальная тренировочная одежда, сейчас самое время ею воспользоваться. Помните, что ваши мышцы должны всегда быть в тонусе и должны иметь определенную температуру. Итак, мы продолжаем и переходим к стопам. Мы начинаем разминать стопы. Правая и левая нога. По 8 повторов вперед и в сторону. Затем переходим к круговым вращениям. Также меняем ноги. Отлично. Переходим к простым перекатам. Ноги ставим вместе. Стараемся, чтобы ноги у нас были прямые. И выполняем подъем на стопе с обратным действием на пятки. Также делаем либо 8, либо 16 раз. Итак, заключительное упражнение в нашей разминке – это тот же подъем на стопе, только мы будем подключать колени. Вот это упражнение постарайтесь сделать как можно больше повторов. Вы можете сделать 16 раз небольшой перерыв и еще 16 раз. Отлично. Итак, теперь вы готовы. И мы можем переходить непосредственно к исполнению конкурсного танца. Ча-ча-ча. Я покажу вам несколько базовых упражнений, из которых мы составим очень простую композицию, которую каждый из вас может повторить дома. Итак, первое движение называется тайм-степ. Это два небольших шага в стороны. Вместе со счетом мы начинаем с вами движение вправо. Ча-ча-раз. Делаем смену ног. Два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Итак, это движение называется тайм-степ. Переходим к следующему движению. Называется основное движение. Также остаются два базовых шага в сторону. Добавляется шаг вперед и шаг назад. Итак, мы начинаем с правой ноги. Ча-ча-раз. Делаем небольшую паузу на счет раз. И дальше левой ногой мы шагаем вперед. Два, три. Возвращаемся. Вновь два шага. Ча-ча-раз. Теперь правой ногой мы танцуем. Небольшой шаг назад. Два, три. Ча-ча-раз. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Отлично. И еще одно движение. Оно более интересное. Теперь мы добавим с вами четвертной поворот. Следующее движение называется раскрытие. Ча-ча-раз. Мы станцевали наших два базовых шага. Теперь мы делаем поворот ровно на четверть. И танцуем тот же шаг вперед. Два, три. Возвращаемся в исходную позицию. И... Ча-ча-раз. Поворот на четверть. Шаг правой ногой. Два, три. Возвращаемся. Ча-ча-раз. Два, три. И... Ча-ча-раз. Для того, чтобы это движение было чуть более танцевальным и визуально симпатичным, мы с вами попробуем добавить руки. Итак, исходная позиция руки на поясе. Ча-ча-раз. И в момент поворота мы с вами открываем руки в сторону и танцуем шаг. Два, три. И... Ча-ча-раз. Два, три. И... Ча-ча-раз. Два, три. И... Ча-ча-раз. Два, три. Отлично. Итак, мы с вами выучили три основных базовых движения конкурсного танца ча-ча-ча. Сейчас мы соединим все эти движения в композицию, и вы сможете повторить полностью, уже без остановок. Итак, мы начинаем с тайм-степа. Ча-ча-раз. Два, три. Ча-ча-раз. Два, три. Основное движение. Ча-ча-раз. Два, три. Ча-ча-раз. Два, три. Раскрытие. Ча-ча-раз. Два, три. Ча-ча-раз. Два, три. И все сначала. Ча-ча-раз. Два, три. Ча-ча-раз. Два, три. Ча-ча-раз. Основное движение. Два, три. Ча-ча-раз. Два, три. И раскрытие. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Отлично. Итак, мы с вами выучили композицию Ча-Ча-Ча, которая состоит из трех базовых движений. Эту композицию вы можете танцевать прямо у себя дома. Вы ее можете станцевать по одному. Также вы, уже выучив данную композицию, сможете обучить всех своих родных и близких, если они находятся с вами рядом. Итак, до новых встреч. Танцуйте, будьте здоровы и счастливы.